Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале Звездные секреты. 18 октября Димаш Кудайберген прилетел в Сочи, где состоялся его сольный концерт. В аэропорту его, как обычно, встречали почитатели творчества, все красивые, все в одинаковых желтых футболках и с букетами. Они собрались здесь заранее, чтобы достойно встретить своего кумира. Диас буквально завалили Димаша цветами, так что он был похож на цветочного принца. Даже телохранителю достался букет желтых подсолнухов, потому что Димаш не мог все унести сам. Телохранитель с подсолнухами это сильно, написали в комментариях поклонники певца. Я приветствую всех наших гостей и подписчиков. Мы недолго, но очень быстро и очень интенсивно шли к сегодняшнему дню. За 4 месяца мы возвели уникальную площадку в горном кластере и буквально час остался до выступления мировой звезды Димаши Кудайбергена. Мы ждем всех, кто еще не успел подъехать. Приходите, приезжайте, это будет вал. Вчера состоялся сольный концерт Димаша в Сочи на Красной Поляне, на торжественном открытии Вов-арены. С удачным выступлением Димаша через Инстаграм поздравил Игорь Крутой. Многие поклонники отметили, что в этот раз песни «Любовь уставших лебедей» и «Знай» звучали по-другому, намного лучше прежнего. Многочисленные Диас вели прямой эфир из Вов-арены и, несмотря на запреты охраны, пробирались очень близко к сцене. На концерте было множество интересных моментов. Вот один из них. Женщина с маленьким ребенком подошла к сцене, чтобы сделать фото своего кумира. Димаш не смог сдержаться и расцеловал малыша. Концерт прошел замечательно. Очевидцы в восторге, акустика шикарная, звук отличный. Димаш в форме и в хорошем настроении. Те поклонницы певца, что были на многих его концертах, отметили, что этот был самый лучший. Сцена была оформлена по последнему слову техники. Спецэффекты были великолепными. Даже на таком маленьком пространстве устроителям шоу удалось круто все сделать. Димаш во время выступления несколько раз менял сценические костюмы. Все они невероятно понравились зрителям. Но вот концерт закончился, и наш Димаш отправился дальше. Сегодня в 3 часа ночи, а точнее утра, он написал на своей странице в инстаграм. Лечу в Москву. Спасибо, Сочи. Люблю вас. Напомним, что уже завтра Димаш Кудайберген должен выступать в Китае, почти на берегу Восточно-Китайского моря в городе Фуджоу. 20 октября там завершает работу шестой международный кинофестиваль «Силк Роуд», в котором принимают участие кинематографисты из 50 стран мира. Димаш споет на церемонии закрытия этого форума, которая будет проходить в Олимпийском спортивном комплексе, вмещающем в себя 60 тысяч зрителей. Чтобы попасть туда, нашему Димашу придется преодолеть расстояние почти в 10 тысяч километров, что составляет 1 четвертую часть экватора, и провести в полете более 13 часов чистого времени. Друзья, всем большой рахмет. С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Димаш, давайте общее фото, пожалуйста. Уже секьюрити под белые ручники. Вот, смотрите. Димаш просто в руках надежных секьюрити. Ать! Налетели, да? Все, провожаем Димашка. Вот Макс тут у нас. Макс тут у нас. Субтитры подогнал «Симон»